Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о рассаде капусты. Капуста не любит попадания прямых солнечных лучей, поэтому она любит свет, очень чтобы освещенное было помещение, но прямых солнечных лучей попадания она не любит. Нужно обязательно притенять, чтобы не попадали солнечные лучи прямые на нее, потому что когда попадает, вот смотрите, вот у меня стоял, такая рассада стояла под солнцем, и тут же она начала желтеть и завидать. То есть, а вот эти вот росточки, которые стояли в полутени, они, смотрите, прекрасно себя чувствуют, то есть прям замечательно. Пока она еще не очень большая, маленькая, но все равно чувствует себя превосходно. Также она любит полив, чтобы поливалась, чтобы земля была не сильно мокрая, но увлажненная. Также вот в таких вот ячейках я купила клубнику, из которой я взяла косточки и сверху посадила в землю. И смотрите, уже росточки, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, где-то восемь или десять штук уже у меня взошло. Из простой покупной клубники уже вот будет рассада. Клубника была спелая, очень красная, такая сочная. Я прям видела, что косточки должны дать ростки. Конечно же, нельзя ни в коем случае их заглублять. Их можно только сверху на землю класть и сбрызгивать из пульверизатора. Не поливая. Также хочу показать вам вот такие вот питуньки, которые у меня выросли. Очень красивые, тоже из семян разных цветов. Очень хорошо украшают балкон, красиво смотрится. Вот такой вот еще цвет питуньки тоже. Очень интересный такой, красивый. Ну, они, конечно, однолетние растения, но все равно они очень хорошо украшают балкон. Также я посадила гладиолусы. Вот такие вот, это я купила в магните рассаду, не рассаду, а луковицы разных цветов. Но пока еще не могу вам показать, они еще не взошли у меня. Рассада помидоры. Помидора в этом году рассада не сказать, что сильно хорошая. Но вот эта вот, эта у меня хорошая рассада, остальная у меня чуть меньше. Так как погодные условия в этом году не позволяют. Очень было холодно и долго рассада растет. Сейчас вообще обещают очень сильную жару, 33 градуса. Но на солнце будет еще больше. Поэтому погодные условия не очень в этом году, сезоне. Да, в принципе, и как каждый год. Потому что в прошлом году тоже была погода не очень хорошая. И в этом году тоже катаклизмы природы. Последнее время в основном, конечно, лучше всего все выращивать. Для тех, у кого дача, огороды выращивать в теплицах. Потому что то сильный ветер, то холод, то наоборот, сильная жара, все выгорает. Поэтому лучше всего, конечно, защищать наши саженцы, наши растишки от погодных условий. Мандарин домашний тоже пошел у меня в рост. Вот он в этом году дал прирост где-то сантиметров 20, наверное, больше даже хорошо растет. Но цвести он не будет, потому что он не привитый. Ну вот, в принципе, почти и все. Я вам хотела рассказать в основном о капусте. Но это уже параллельно я вам и рассказала и о других своих растишках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На моем канале очень много интересных видео. Всем до встречи. Всем пока. А также еще не показала. Вот у меня капуста растет. Салат, вернее, листья салата тоже на подоконнике. Всем желаю богатых урожаев. Всем до встречи на моих видео. Всем пока.